Эксперты давно высказывали опасения, что препятствиями для быстрого роста экономики могут стать нарушения в сложных цепочках поставки комплектующих частей. Ну и в самом деле вспомните, сколько разных деталей делается, скажем, в Азии или даже в Африке. Тем не менее, долгое время больших проблем не возникало, к тому же на руках у населения оказались значительные суммы денег. И в итоге в августе продажи по сравнению с прошлым годом взлетели на 9%. То есть покупатели есть, но все чаще они стали слышать ответ, к сожалению, в данный момент этого товара нет в продаже, когда будет неизвестно. В некоторых сферах предприятия не могут запустить из-за нехватки комплектующих деталей. В предыдущий месяц, с апреля по июнь, рост продаж измерялся двухзначными цифрами, но теперь ворвались совершенно новые проблемы. Для торговцев наступило интересное время. Спрос очень высокий. Все идет хорошо, зарплаты растут, безработица уменьшается. В Эстонии освободились пенсионные деньги. Все говорило, что можно добиться прекрасного результата по продажам. Но в некоторых областях возникла проблема. Нет товара. Во всем мире потребляют очень много. Предприятия оказались не готовы справиться с таким возросшим спросом. Проблемы с поставками вызваны рядом причин, но главное все же высокий спрос. Нынешний кризис отличается от предыдущего тем, что банки и правительства проявляют готовность к помощи. Дают кредиты, дают пособия. И многие люди, даже потеряв работу, благодаря различным видам господдержки, сохранили доход. Некоторое время из-за отсутствия возможностей эти деньги не тратились, они накапливались. В США, например, просто выделяли деньги, чтобы стимулировать именно потребление. И оно выросло на 20%. Но теперь портовые здания забиты морскими контейнерами, которые банально некому развозить, просто не хватает дальнобойщиков. Ограничения сняты, и начался потребительский бум, но все равно появился дефицит. А это всегда ведет к росту цен. Сейчас все говорят об общем росте цен, но это не так. Цены растут не везде, а там, где есть нехватка товаров, там, где спрос наиболее высок. Наиболее яркий пример – электричество. Но в других сферах рост цен останавливается, хотя проблемные отрасли остаются. Ведь производство тех же микросхем нельзя увеличить в короткие сроки. Нужны инвестиции. И эти инвестиции уже идут, хотя автомобильная промышленность Германии все еще переживает сложные времена. Законы конкуренции действуют, но когда производство полностью наладится, предсказать невозможно. Скорее всего, ко второй половине следующего года проблемы должны исчезнуть. Но при этом есть и положительные стороны дефицита. Во-первых, мы во многом потребляем импортные товары, а для эстонской экономики это не является плюсом. Может быть, теперь деньги будут израсходованы более разумно. Новые обнаправления освоят и наша промышленность, и даже наш бизнес начнет инвестировать с учетом будущего. А, возможно, покупатели что-то не купят из-за отсутствия товаров. Но, вернувшись домой, они поймут, что эта штуковина вовсе не была столь необходимой, а деньги лучше потратить с умом в будущем на что-то более реально полезное. Александр Цукерман, Петро Юлевайн. Новости Таллина. 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 Новости Тал